Мэри Фишер, Бенетул, их вообще, наверное, можно перепутать, если не в теме. Да, многие даже на выставки подходили, не видели большой разницы, пока не начинаешь объяснять. Какие основные отличия? Бенетул, чем отличается? Ну, если визуально, у него более сглаженные обводы, именно рубки. И Фишер, он такой более квадратный, а Бенетул, она более скругленная. Я думаю, ты скажешь, что Мэри Фишер – это Фишер, то есть это рыбацкая лодка, а Бенетул – это, извините, лухари, ризоттен, спада. Да, немножко люкс. Бенетул же дороже получается, при том, что они у нас в одинаковом размере? Да, одинаковые размеры, одинаковый сегмент, но Бенетул все-таки идет дороже и в отделке, и в сборке. Фишер, он такой, больше, ты бы отметил, это рыбак. Но такой, очень, очень люксовый рыбак. От рыбака у него есть две удочки, две подставки для удочек в базе. Ну, и в принципе, это все, что у него осталось от рыбака. Если кто не в курсе, Бенетул и Жано – они родственники Мэри Фишер. Жано вверх входит в корпорацию Бенетул. Входит. А Жано, вот, которая строит Мэри Фишеры, она еще прославилась во всем мире тем, что она реально яхты делает, парусные. У нас есть откидной борт. На выставке на Владивостокском борт-шоу стояла эта же самая лодка на берегу. Приходил дядька-клиент, сказал, что хорошо вот здесь стоять, ловить кальмара. Хотя, говорит, а как я кальмара сюда положу, он же сопливый, все испачкает. Раз, а где палубный душ? А палубный душ вот здесь. А где палубный душ? Вот, собственно, оп, и сразу решили вопрос, как помыть кальмара. А здесь вроде какие-то перилы были, да? Да. А, вот сюда вставляются леера. Это опция для купания, с нее можно прыгать, сидеть, загорать. Жано, Бенетул. Да, они являются, наверное, первооткрывателями. Много фишек, трансформации в салоне, в кокпите, на втором посту, на флай. И сейчас и далее по списку, еще 18 позиций. Привет, друзья, мы во Владивостоке. Мы продолжаем тесты лодок. Мы сюда прилетели на Владивостокское Боат-шоу. И вот ребята из компании Водник, которые, собственно, и делают это Владивостокское Боат-шоу. Мы с ними там договорились. И вот сейчас, уже второй день, мы в море, на воде. Сегодня у нас Бенету Антарис-11. Это Марат, который, собственно говоря, эти лодки продает. Привозит, продает. И много про них знает. Соответственно, сейчас мы с ним пробежимся. Экскурсии по Бенету Антарис-11. А главное, пойдем в море. Вот все, как вы любите, чтобы все было по жести. С брызгами, с волнами, с ветром. Сейчас, конечно, не такая температура, чтобы вот так вот с кайфом кататься на флайбридже. Но мы же должны вам показать, да? Его же используют здесь. Марат, как используют? Скажи. Огонь. Вот так прям едут. Волосы назад. Но я не покажу, как волосы назад. Сейчас дует сильный встречный ветер. Не самая комфортная позиция в этом катере. Но если будет жаркая погода, это прям огонь. Моментально освежать. Никаких кондиционеров не надо. Это место капитана. Но здесь также есть место со столом. Двумя большими лавками. Четыре человека комфортно в месяц. И еще сзади большой лежат для загара. Там были люди. Были. Их сдуло, да. Марат оптимист говорит. В теории, сейчас если мы, говорят, на ходах пойдем, здесь из-за вот этого козырька будет потеплее. Ветер его будет. Будет ветер отсекать. Теория разбилась в дребезги, да? Да. Все. Мы не трусы, но мы спускаемся вниз. Да. Не, ребят, ну, будет жаркая погода. Жаркая, Владивостокская. Тут, кстати, жара, говорят, бывает. Тридцаточка. А это, ребят, история, когда гоняешь по волнам против ветра жесткого. Отстегивай матрас заранее. Иначе ветер его отстегнет. Браво, браво. Успех. Немножко промок. Так, кидывай сюда, да? Основная тусовка в этой лодке происходит в этой зоне, да? Кокпит, корма. Да. И чтобы кокпит был больше у Мэри Фишеров, у Бинетту. У последних поколений, да, у него есть сдвижное место, которое полностью сдвигается вперед. И при хранении моторов, и закидывается мотор. А когда мы полностью опустили мотор, и у нас ходовой режим, мы максимально увеличиваем кокпит, сдвигаем назад, увеличивая пространство в кокпите максимально для, я не знаю, тут, мне кажется, человек 10, если сядут, то даже комфортно будет. Турецкий вариант, да, сюда еще надо стол побольше, и чтобы вот так вот диваны стояли в круг. И тогда эта лодка вообще никуда не пойдет, потому что турки, они, по-моему, как на дачу, они в порт приезжают просто и сидят. Вот так это все сдвигается. По-моему, Марат решил сломать лодку. За сколько денег, Марат, лодку ты решил сломать? Или потом скажем, мы пока не будем, цену не будем пока говорить. Пока весь кайф. Давайте пока наслаждаться будем тем, что видим. Вот, есть такая фишка у них, санпад на корме. На лодке таких больших санпадов. Три, это в кокпите раскладывающаяся спинка дивана. Сейчас дальше пойдем на нос. Здоровенный козырек, он же флайбридж. Да, он же основание флайбриджа. Здесь есть проход, динамики, освещение, дополнительное кокпита. Лестница, которая перекидывается для увеличения кокпита. Сзади есть какие-нибудь рундуки, а тут, скорее всего, ничего нет. Здесь нет, потому что двигается... Кроме надписи Benetut. Да, здесь есть. Здесь опция, ну, единственное, это увеличенные кринолины. Оно идет как опция. Вот эта штука. Здесь сейчас я стою. Достаточно большие, там есть ступеньки. То есть, вокруг можно обходить, спускаться по ступенькам, прыгать, нырять, упаться. Два по 300 лошадиных сил стоят моторы Сузуки. Стоят электроусилители Систар. Все как мы уже дошли сюда, проверили. Очень легко управляется, расслаблено. Вот так можно поднимать мотор. Оп. Задираешь, задирай. Еще. Да уже достаточно. А потом мотор опустили вниз. Оп-па-па-па-па. И можно сдвигать диван. В движении вы же его откидывать мотор не будете. А людям сидеть, чилить здесь будет гораздо приятнее. В таком положении. Вот такое, казалось бы, простое решение. А у людей вызывает удивление. Нифига себе, как они до этого додумались. Причем сохраняется функционал пространства. Здесь можно продолжать сидеть за столом. Даже с поднятыми моторами. В гавани, в марине, либо в мелкой бухте. Все сохраняется. Здесь береговое питание, да? Да. Шезлонги. Все три секции, да? Все для двоих. Яковь, лебедка. Огромный якорный ящик цепной. С большим запасом. Все для морской эксплуатации. Что у Мэри Фишера, что у Бенетту фирменная фишка. Это то, что с этой стороны проход по борту уже, чем со стороны капитана. Это как раз потому, что там сторона капитана? Да. Сторона капитана есть проход боковой. Боковая дверь полноценная. Для выхода, швартовки. А левую часть используют для такой больше технической, для неудобных швартовок и так далее. Все-таки его оставили, чтобы он хоть какой-то был. Ну, не то, чтобы какой-то. Тут, в принципе, так ходить можно. Сделали асимметричный в угоду увеличения пространства в салоне. Максимум выжили. Раньше были почти всегда лодки симметричные. Сейчас ушло все в максимум пространства. Но с сохранением одного полноценного прохода и второго технического. И, ребята, смотрите, вот мы сейчас походили через волны, брызги, ветер встречный. Соль, видите, осела на ветровое стекло. Поэтому, прикиньте, на лодках, где воды много, но дворники с омывателем. Фароискатель мощный. И... А вот этот козырек, вот этот козырек, зачем? Второго поста. Отбивать воду. Снизу. То есть, когда брызги, брызги вхарю, а я шпарю, да? Там у нас... Я что-то не очень грамотно поступил. Да. Как устроенных туда сажать. Двигается вместе... Тут все электросистемы, баки, кранцы, аккумуляторы. Все, кто записал. И фирменный запах стамбульского Боатшоу. Там где-то за километр от экспозиции уже запах вот этого пластика, из которого делают катера. А вот это тоже рундучок для каких-то мокрых шмоток, да? Да. Гидрокостюмы, ласты, гидрокостюмы сюда можно сливать. Также здесь можно помыться и сюда будет все сливаться. Для комфортного поднятия наверх мы откручиваем и вытекаем. И стелим красную дорожку. Ну, так удобнее, конечно, когда лестница отстоит от стенки. Сколько высота получается здесь от воды? От воды где-то в районе трех с половиной метров. Трех с половиной метров. Можно нырять отсюда, ребят. Экстремалы есть. Говорят, это местная фишка. Надо обязательно иметь флайбридж. Якобы это сильно делает лодку привлекательнее. Привлекательнее для клиента, да. Ну, как-то мы привыкли на море. Нам надо видеть постоянно чуть-чуть дальше, чем выше поднимаешься, гораздо дальше обзор. И по погоде, и по, если это рыбалка, по котлам там всевозможным, по рыбе тоже видно хорошо. Ну, и многие привыкли управлять со второго поста. Полное управление. Можно вести швартовку, отшвартовку, троллинг, рыбалку, перестановку, передвижение полностью со второго поста. Ну, вот из двух лодок, которые мы сегодня смотрим, получается Бенету лучше, чем Мэри Фишер? Ну, если в разрезе флайбриджа, то да. Но я слышал, у вас скоро приедет и Мэри Фишер, да? Такая с флайбриджем. Да, мы ждем Фишер 1095, с флайбриджем тоже будет интересно. Она уже клиентская будет? Нет, она свободная, ее можно... Вот еще чем удивителен Владивосток, видите, здесь есть свободные лодки, то есть они приезжают и стоят, ждут здесь клиента. Это наша фишечка, нашего салона такая. Говорят, Владивосток в четверку самых солнечных городов входит? Да, за год. За год. За год, да. Но они говорят, что солнце у них в основном зимой, а вот сейчас, ну, такое почти-почти лето. Зеленая зима. Я не знаю, сколько по градусам, но, ребят, нифига не жарко. Да, пойдем внутрь. Вот здесь, кстати, ставится перемычка, еще одна. Здесь может быть сплошной лежак. Его убрали, потому что тогда можно закрыть полностью трехсекционную, четырехсекционную дверь. А ее в обратную сторону нельзя открыть, только в одно. Да, это сделано для того, чтобы максимально использовать это пространство общее объединить, потому что здесь идет трап, бессмысленно ее в эту сторону открывать. Здесь камбуз, да, все убрано туда. На Fishery Fly, кстати, трап находится с правой стороны и задвигается все, слева, и задвигается все в левую сторону. А то, что на полу здесь вот такой беленький карпет, это уже какая-то доп, да? Ну, у нас регион большую часть не супертеплый, поэтому для более приятного нахождения здесь делаем ковры. Здесь сейчас мы наблюдаем версию сидения для перехода. Пассажиры сидят лицом вперед и могут держаться за ручку. Также легким движением руки это все дело можно превратить в общий диван, разложить стол. И есть варианты с опусканием этого стола и еще одним дополнительным спальным местом. Есть умывальник, газовая плита. Здесь у нас большой холодильник. А в Mary Fishery я, кажется, видел микроволновку. Да, есть опции с микроволновками. Здесь ее нету. Ну, такая двоякая опция, потому что она работает только от берегового питания. Много шкафчиков для хранения посуды. Тарелки, бокалы. Здесь у нас установлена опция отопителя. Для нашего региона она очень распространена, потому как холодно, влажно. И нужно периодически и продувать, просушить лодку, распотеть стекла. Под лобовое выведено в каждую каюту, в галлины. Шикарное сидение с логотипами Beneteau. Боковая дверца, о которой говорили ранее, из салона. И выход на пирс. Основное пост управления. Расположены все элементы. Это на базе Garmin построено. Приборы Suzuki. Интерцепторы Z-Flake. Прожектор. Музыка Fusion. Подгуливающее устройство SidePower. Радиостанция на Виком. Шесть динамиков. Два в салоне, два в кокпите и два на верхнем посту. Вы возите только новые лодки? Нет. Так же у нас поступает в продажу лодки с небольшой наработкой. Там до двух-трех лет. У вас там есть специальные люди? Там я куда-то показываю. По-моему, там Япония находится, да? Да. Я как-то интуитивно. Наш салон находится ориентировочно вот в этом направлении. Салон там, Япония вон там. Есть партнеры в Европе, которые подбирают нам корпуса. Есть люди, которые потом сюда привозят нам все, доставляют, логистику делают. И непосредственно уже подготовка, оснащение в нашем сервисе. А если, например, лодку захотеть в Москве? Если она уже у нас. В этом вообще много смысла? Конечно. Почему нет? Ну, в этом нет ничего сложного. Шесть тысяч километров с лишним. Это ж одна страна прилетает на приемку в Владивосток. И... А, то есть он прилетает сюда, смотрит ее здесь. Тестим, смотрим, запаковываем. Описали, да, все это дело? Фото, видео, опись. Если доехала до пункта назначения с новыми следами БУ... Да, тогда стандартная процедура по доставке. Это страховка, ну и все закрывается. Ну, еще ни разу не было каких-то сложных случаев, чтобы при транспортировке. Ну, в принципе, все доезжает. Сейчас дороги отличные до Москвы, на запад. Сейчас можем успеть на конец лета, начало осени. Ну, либо уже основательно подойти и выбрать к началу следующего сезона заказ. А на этом месте правда удобнее сидеть вот так. Подогнув одну ногу сюда. Раз. Я думаю, дизайнеры примерно такую позу и планировали. Здесь у нас каюты во всю ширину. Две каюты. Ну, я, наверное, не поверюсь этого слова, гигантские для такого размера. Там двуспальная кровать, плюс еще место для отдыха. Такое, как небольшой диванчик с правого борта. А слева полностью большая кровать и еще небольшое место для отдыха. Место для хранения с полками. Здесь большое зеркало в полный рост. Пространство для гальюна. Умывальник. Зеркало, освещение. И отдельная выделенная кабина душевая. Второй вход в гальюн с мастер-каютой. Впадая в мастер-каюту, мы наблюдаем гигантскую кровать. Немножко такой рубленой формы. Что-то похоже на овал. Вот это, кстати, главное отличие, да? С Мэри Фишером. Да, у него круглая тура, и она меньше. Да, взял, спалил. Ладно, да, у них там круглая кровать. А здесь не круглая кровать. Это основное отличие. Большой кроватью со ступенями. Здесь есть у нас место для хранения мелочей, телефонов. Иллюминаторы, все закрывается шторками. Очень красивый вид. Море, солнце. Сверху у нас по периметру идут 6 шкафчиков для хранения различных вещей, книг, утварей. Шкаф платяной, так называемый, с вешалками. Очень глубокий. Он туда уходит. Есть еще место хранения. Леха спрашивает, зачем там ступеньки, потому что у Лехи нет детей. Он не знает, что есть такие маленькие человечки, Лех. Называются дети. У них маленькие короткие ножки. Им, чтобы комфортно было куда-то забраться, нужны ступеньки, понимаешь? Ой, блин, и мне тоже. Почем сие великолепие? Данный корпус продан, но мы ожидаем еще один. И цена на сегодняшний день следующего свободного корпуса, который уже у нас на подходе, 46 900. 46 900, это не 46 рублей 900 копеек, 46 миллионов 900 тысяч рублей. Так что, ребята, желаю вам всем зарабатывать столько, чтобы хватало. Вот на это вот великолепие, окей? Мерри Фишер, рыбак, да? Счастливый? Счастливый рыбак. Счастливый рыбак. Фишеры тянутся к Фишерам. Фишер, Фишера видит издалека, как говорится в известной пословице. Сима, ты сказал? Сима, рыба. Сима, вот, рыба. Что, не знаете такую? Я нет. А вы знаете, что такое щука? Ну, в сказках слышали. Я не знаю, с серыми водами мы не пользуемся. Везет ты, везет ты. Мы пользуемся исключительно маэтшандон. Какие вы не культурные! Культурные! Что это значило? Да не случайно, но в логе хотел включить. Что, поехали, левка? Что, поехали? Софيं спроси! Продолжение следует...